здравствуйте меня зовут алексей александрович я преподаватель химии учебного центра интенсива сегодня мы с вами разберем достаточно сложную тему под названием химическая связь постараюсь вам объяснить ее очень очень просто поехать давайте сначала ответим на вопрос а что же такое химическая связь наверняка сейчас вы стали вспоминать эти сложные определения из учебника но все очень просто химическая связь это связь между атомами и чтобы разобраться как эта связь образуется надо знать что же хочет атом и атом хочет электрончики цель жизни каждого атома завершить свой внешний энергетический уровень то есть он хочет набить электронами под завязку свой уровень то есть 8 все электроны хотят 8 электронов на внешний уровень и чтобы достичь этих 8 электронов как-то надо атомом договариваться между собой но не так как на картинке а чтобы это было взаимовыгодное сотрудничество и атомы были довольны в конце своего объединения и представьте что типы химических связей это такие вот способы договора между атомами какая-то связь это более выгодный договор а какая-то связь это и не очень-то выгодно давайте по порядку разбираться ковалентная неполярная связь это связь между одинаковыми не металлами вот посмотрите пришел водород водорода не хватает один ур один электрон до завершения энергетического уровня и второй водород пришел ему также не хватает один водород чтобы завершить свой уровень и как видите они поделились электрончиками друг с другом эта пара называется общая она принадлежит им одновременно они счастливы и довольны здесь выглядит это все более научно схема образования общей электронной пары в молекуле водорода вот посмотрите пришел один водород со своим электрончиком 2 водород со своим электрончиком и у них образовалась пара электронов они завершили свой внешний уровень а вы скажите так 8 надо а водород имеет всего один энергетический уровень а на первом уровне может быть максимум два электрона это надо запомнить поэтому водорода больше не надо так это должно у вас выглядеть в тетрадке пришел один водород электрончиком 2 электрончиком объединили и получилось вот это называется графическая формула когда каждая пара электронов заменяется палачкой поехали дальше давайте разберем образование ковалентной неполярной связи на примере молекулы хлора хлор у нас находится в седьмой группе в таблице менделеева значит на внешнем энергетическом уровне у него 7 электронов потому что номер группы равняется числу электронов на внешнем уровне если у него всем электронов значит ему не хватает одного электрончика чтобы завершить свой внешний уровень и записываться это будет следующим образом вот смотрите пришел один хлор и мы расставили ему 7 электронов пришел второй хлор и мы также расставили у 7 электронов и вот раз электрончик и 2 электрончик который будет участвовать в образовании химической связи вот эти дужки это как бы продолжение атома то здесь показывается что эта пара электронов принадлежит и первому атому и второму вот она здесь и смотрите дальше мы сделали графическую схему когда каждая пара электронов изображается палочкой поехали дальше давайте разберем на примере молекулы азота и много вопросов потому как же правильно расставлять электрончики в молекуле смотрите делается это следующим образом азот он у нас находится пятой группе таблицы менделеева значит на внешнем уровне у него находится 5 электронов электрончики расставляется следующим образом сначала ставится по одному электрончик у на каждой стороне а затем доставляется туда где электрон не будет участвовать образование химической связи что это значит вот смотрите пришел один азот и у него 5 электронов пришел второй азот и у него 5 электронов каждому не хватает 3 то есть грубо говоря азоты будут скидываться по 3 электрона смотрите 1 2 3 от этого азота и 1 2 3 от этого азота и вот по 3 от каждого пошли в центр и эти электроны будут общие как для 1 азота так и для 2 и у меня здесь есть отличная жизненная история представьте что петя пошел в магазин за кока-колой и внезапно цены выросли и у него не хватило денег и тут идет его друг конечно же вася и у вас и та же ситуация и тут петя играет слушай а давай-ка мы скинемся деньгами и купим эту кока-колу и вася говорит давай они ее покупают выходят и пьют ее по очереди это кока-кола принадлежит им одновременно и в равной степени ковалентная неполярная связь самая честная связь химии сейчас вы поймете к чему я это говорю смотрите ковалентная неполярная связь это связь между одинаковыми не металлами h2o2 n2 хлор 2 брон 2 идет 2 они металлы здесь у нас это желтенькие давайте разберем следующий тип химической связи называется ковалентная полярная это связь между разными не металлами и здесь на этой картинке видно что хлор явно не намерен делиться с водородом по-честному он забирает на себя эту пару электронов водород потеет и пытаются ее удержать но вряд ли у него это получится и здесь есть такое понятие как электро отрицательность это сила с которой один атом тянет на себя электронную пару и электроотрицательность изменяется следующим образом чем ближе в таблице менделеева к втору тем электроотрицательность сильнее автор это вообще у нас самый сильный элемент у него 7 электронов на внешнем уровне ему не хватает всего одного у него небольшой радиус и он очень хочет завершить свой уровень и как видите он будет отбирать электроны абсолютно у каждого элемента с которым встретиться давайте разберем образование ковалентной полярной связи на примере молекулы аж хлора водороду не хватает всего одного электрончика чтобы завершить свой внешний уровень и хлору не хватает одного электрона чтобы завершить уровень они скидываются по одному электрончик у и это пара обратите внимание смещена в сторону хлора и здесь давайте вспомним историю васи и пети которые пили кока-колу только выглядеть на будет уже немножко по-другому выходят ребята из магазина и тут петя горит значит так вася я буду пить кока-колу а ты нет но можешь ходить за мной и держаться за бутылку пока я буду пить . кока-кола вроде бы как общая но один из участников уже отношение к ней не имеет не очень честный вид связи но есть еще хуже примеры образование ковалентной полярной связи мы сказали что ковалентная полярная связь это связь между разными не металлами то есть когда у нас берутся кто-то из желтой зоны например смотрите п вот она на желтой зоне его также из желтой зоны а желтая зона эта зона не металлов то образуется ковалентная полярная связь смотрите с опять вот он из желтой зоны его желтой зоны ковалентная полярная связь поехали дальше ионная связь самый беспощадный тип связи эта связь между металлом и не металлом и здесь у меня есть отличная история и обычно я прошу ребят рассказать ее со слов жили были ну ребят нету поэтому скажу и я жили-были натрий хлор и у натрия была одна машинка а у хлор много машинок и видно что на 3 подошел к лорус таким интересом и думаю тут сколько у тебя машинок может дашь мне поиграться со своими игрушками ну и хлор говорит наверно ну конечно подходи дам тебе поиграться и как видно хлор просто обманул натрия забрал у него машинку и натрия расстроился но все равно ходит за хлором и надеется ну а вдруг он мне отдаст мою игрушку обратно а с петь и вася эта история звучала бы так выходят они из магазина и петь игре значит так вася я буду пить кока-колу а ты нет и даже за бутылку не дам подержаться но можешь ходить за мной и смотреть как я буду пить эту кока-колу самая беспощадная связь и он и запомните что и он идти в связи это всегда связь между металлом и не металлом и в этом случае металл всегда будет терять полностью свой электрон который будет переходить к не металлу и натрий будет заряжаться положительно а хлор отрицательно почему хлор будет отрицательно потому что он приобрел электрон а натрий положительно потому что электрон потерял схема образования ионной связи выглядит следующим образом пришел на 3 с электрончиком хлор чем электрончиков электрон как видим полностью перешел хлору и у на 3 стал заряд плюс у хлора минус а плюс минусом притягиваются так образуется ионная связь примеры образование ионная связь мы сказали что ионная связь это связь между металлом и не металлом то есть кто-то должен быть из синей зоны из металлов а кто-то из желтой зоны из не металлов смотреть например кальций вот он у нас взялся из синей зоны металл кислород у нас не металл связь ионная калий металл бром у нас не металл связь также будет ионная давайте двигаться дальше металлическая связь это такое я говорю всегда общежитие когда все принадлежит всем в металлической связи электроны находятся между ионными металла и свободно перемещаются по всему объему кристалла металла самая простая связь и если вы увидите кого-то одинокого из синей зоны типа калий титан хром то это будет всегда металлическая связь давайте немножко потренируемся по определяем типы связи смотрите водород водород у нас не металл и учитывая что здесь два одинаковых атома то есть аж и аж и а это у нас ковалентная не полярная связь азот также у нас не металл но учитывая что азота 2 то это будет также ковалентная неполярная связь introduce базу ответься между одинаковыми не металлами н и Н. Кальций О. Кальций у нас металл. Кислород не металл. Связь между металлом и не металлом ионная. H2O. H не металл, О не металл. Два разных не металла. Связь ковалентная полярная. Барий бром 2. Барий металл, бром не металл. Связь между металлом и не металлом ионная. НО2. Н у нас неметалл и О неметалл. Два разных неметалла. Ковалентная полярная связь. Кубрум-флор-2. Кубрум-металл. Хлор-неметалл. Ионная связь. Йод-2. Два одинаковых неметалла. Связь ковалентная неполярная. И бериллий-йод-2. Бериллий-металл. Йод-неметалл. Связь ионная. Ничего сложного нет. Спасибо, ребята, за внимание. Успехов вам. До свидания.